Добрый вечер. Мы с вами познакомились в Донецкой госадминистрации. Позвольте, вы из России. Вы могли бы представиться? Добрый вечер. Действительно, я из России. Меня зовут Горбунов Петр. Петр, скажите, пожалуйста, вы представляете какую-то общественную организацию или правительственную? Я руководитель Белгородской региональной общественной организации Патрия, но также вместе с нами прибыл еще ряд организаций с территории России, обычных гражданских активистов и гражданских активистов с территории Беларуси. Что это за организация в двух словах? То есть, что она из себя представляет? Что за цель и задача самой организации? У нас достаточно много целей и задач. Для вас, наверное, будет являться главным, что мы работаем, в частности, по Украине. Мы ищем союзные организации. Главная наша цель, такая глобальная цель, это воссоздание русского мира. Мы считаем, что Россия, Украина, Беларусь – это относительно разъединенные страны, которые должны стать единым целым, как это когда-то было. А вот в данный момент вы находитесь в Донецке, вы видите события, которые здесь происходят. Какие цели, задачи ваши? Вы как-то в эти процессы пытаетесь встроиться или сторонними наблюдателями здесь являетесь? Ну, дело в том, что сейчас Украина на очередном перепуте находится. И в первую очередь мы сюда прибыли для того, чтобы лично разобраться в ситуации. Не через СМИ, которым веры нету, не с украинской, не с российской стороны. Это все. Структуру, которую преследовать свои цели, а не адекватная передача адекватной информации. Мы прибыли по предложению, по приглашению Донецкой Республики для того, чтобы оказать посильную помощь, уже действуя по ситуации. В частности, мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Донецке не вышла за пределы норм, чтобы ситуация не упала в хаоса, анархия. Ну, то есть, я так понимаю, у вас не два человека, наверное, у вас большее количество людей, да? Да, безусловно, у нас достаточное количество, я цифру разочеку не буду. Понятно. Ну, где-то вы же, наверное, смогли разместиться, как вообще вас принимают, то есть, нет ли проблем? Принимают отлично, мы размещаемся, как в Донецкой областной администрации, наши активисты есть в Центральной библиотеке, есть в Центре законодательных инициатив, прием везде радушный, в первую очередь, на низовом уровне. То есть, можно сказать, что дончане, в общем-то, очень хорошо относятся к такой помощи братского народа, да? То есть, я так понимаю, какой-то агрессии или какого-то непонимания вы не увидели? Нет, конечно, агрессии не было никакой, несмотря на эти 20 лет с лишним такой агрессивной промывки, украинизации, нет, люди структурно, по сути, остаются точно такими же, как мы, не находим никакой разницы. Это просто обычный русский ритм. А как у Вас складываются взаимоотношения с правительством России? То есть, можно ли сказать, что Вы представляете, это правительственные структуры или это частная гражданская инициатива? Это исключительно частная гражданская инициатива. То есть, по слову сердца? Да, да, да. Дело в том, что Кремль, Россия официальная, они не расположены работать на низовом уровне с народом. Никакие инициативы, в общем-то, не являются, не поддерживаются. Это только диалог с властью, который непрерывно обманывает, кидает Кремль. И диалог с олигархами, который тоже, как Вы видите сейчас, ничего хорошего не приводит. Понятно. Ну, вот Вы здесь уже не один день, я так понимаю, да? Да, уже неделю. И вот за это время какое у Вас сформировалось мнение о происходящих событиях и какое сформировалось отношение к Евромайдану как явлению Украины? Ну, понимаете, Евромайдан как таковое, это не нечто монолитное. Это очень широкий спектр действительно настоящих евроинтеграторов, которые преследуют вот такого от гей-прайда, грубо говоря, до фашизма. Эти все силы присутствуют. Они между собой периодически находятся в плохих отношениях, доходятся до конфликтов. Говорить, что здесь находится народ Украины на Евромайдане, я бы тоже не стал. Дело в том, что ряд требований, которые предъявляются Евромайдану, действительно вполне справедливые. Всем надоела, вообще всем надоела Верхушка, всем надоел Янукович, всем надоел Азаров, партия регионов, у всех находятся в печенках. Мы их прекрасно понимаем, это совершенно справедливая оценка. Но дело в том, что когда говорят народ Украины, народ Украины, и конфликт народа, и власти, все подразумевают только две стороны. Это или, ну или три стороны, или таких космополитов, евроинтеграторов, которые с удовольствием потом убегут в Европу работать, или украинских националистов, которые здесь устроят культурный геноцид всему, не украинскому, в первую очередь это русскому миру, и власти. Но на самом-то деле мы не поддерживаем ни одну из этих сторон. Это тот вариант, когда все хуже. Мы выступаем, в первую очередь, мы пытаемся поддерживать и делать ставку на образование третьей силы, силы ориентированной на единство русского мира. — Хочется задать вопрос о том, насколько пророссийским Вы считаете Юго-Восток Украины, и насколько перспективным развитие деятельности в этом направлении? — Про российским. Дело в том, что это очень сложный вопрос, в двух словах на него ответить тяжело. Как вы знаете, на протяжении всех постсоветского периода, на протяжении всего постсоветского периода проводилась агрессивная украинизация. Закрывались русские школы, открывались украинские школы, вся русская классика была вынесена как иностранная. Но, тем не менее, вот эта наносная, насильственная украинизация, она не коснулась основ. Мы уверены до сих пор, что это все равно сущностные наши братья, на поверхности которых является такой слой наносной, который мы надеемся, что все-таки будет смыт, и мы воссоединимся, наконец, в нечто единое братское. — Относительно воссоединения, а с кем Вы видите наиболее перспективное сотрудничество в Украине в дальнейшем? — Как я уже озвучил, должна создаться, возникнуть третья сила. Мы очень надеемся в этом смысле на Донецкую республику, мы надеемся на ряд организаций, как в Донецке, так и на территорию всей Украины. Это и Вуганск, Харьков, Запорожье, Сума и ряд других регионов. — И завершающий вопрос, вот из всего Вами увиденного, услышанного уже здесь, насколько Вы можете сказать, что Вы объективно оцениваете ситуацию, как минимум в Донецке, и насколько Вы владеете этой ситуацией? — Вы знаете, мы для этого и ехали, для того, чтобы, это наша главная цель, мы ехали для того, чтобы понять эту ситуацию изнутри. Мы общались с общественниками, общались с обычными рядовыми гражданами, общались с так называемыми тетушками, общались с шахтерами, общались с чиновниками, общались с представителями культуры и народа. Мы считаем, что на данный момент мы уже владеем объективной промызией. — Еще один вопрос. Судя по Вашим ответам, можно было сделать вывод о том, что Вы все-таки приехали не в поддержку нынешней власти в Украине. Скажите, пожалуйста, о Вашем отношении к партии регионов и к нынешней власти. — В общем-то, я это отношение уже озвучил. Для нас отвратительно как и местные власти, так и партии регионов, так и Янукович лично. Это все люди, которые ввели страну к катастрофе и ничего не сделали для того, чтобы примирить враждующие стороны. На данный момент, ну, наверное, украинские националисты для нас являются чуть большими врагами. — Спасибо за интервью. Надеюсь, увидимся.